Друзья, всем салют! Я снова рад вас приветствовать в новом видео. Как видите, мы сегодня снова в гостях у Алексея. Помните, да, как мы снимали обзор его аквариума? Алексей, привет тебе! Сегодня, ребят, у нас будет очень горячо, весело, так как будем отвечать на вопросы, на ваши, которые вы там писали в комментариях. Так, вопросов было уйма, и вопросы были хорошие и нехорошие. Ну, сегодня постараемся на все ответить, их там порядка 700. Далее, у нас будут изменения, которые произошли в аквариуме. Посмотрим на питомцев, будет у нас также кормление. И еще один бонус будет, это у нас будут покатушки. А на чем, узнаете позднее. Сейчас же мы все спросим у Алексея, что к чему да как. Поехали! Алексей, ну я не был у тебя уже тут пару месяцев, что же тут изменилось, или все по-старенькому? Нет, Василий, изменилось очень много. Я сегодня без золота, я сегодня без колец. Как из России. Я сегодня без свастики, без браслета, фашистки, как говорят. Ну, это очень такие глупые люди, я вам скажу очень честно, как оно есть. Я сегодня без ничего, правда, с бородой, с двумя татуировками. Ну, я думаю, что-то люди меня простят. Будут благосклонны, да? Да, 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 они писали разный бред, разную чушь такую, которую вообще не достойно, даже ее читать даже не хочется. А что у нас поменялось здесь? У нас поменялось в принципе как бы, то есть и немного, но и немало, скажем так. У нас здесь поменялось, подросли немножко уарики, ой, прошу прощения, милеусы. Вот. Подросла как бы значительно здесь платистомка тигровая после этого приезда. Да, смотрите, ну, пока еще не с чем вот рядышком сравнить, но если вы посмотрите старенькое видео, ну, старенькое, два месяца назад и сейчас, то вы увидите отличие. Ну, вот в размерах, она раньше такой лист была, а сейчас смотрите, какая деваха. Кстати, забегая наперед, мы тут также подготовили вам бонус, будем мерить сама щипцами. Ответим на один из глупых комментариев по поводу того, что щипцы больше сама. Мы все померяем. Совершенно верно, Василий. Платистомка здесь подросла, потом здесь добавился здесь астронотус, вот такой тигровый. Да, вот он, красавчик. Он был у нас, плавал в отдельном аквариуме с уариками, и сейчас я их сюда пересадил всех уже, и уариков, и астронотус. Астронотус здесь уже такой обжился, подрос, вот. А вот уарики еще, правда, он стрессует. Вон они плавают еще внизу, под коряжкой. Наверное, вам будет их плохо видно. Да, плохо. Тут еще платистома это мешается. Да, она хочет это как всегда там показать. Вот я вижу там, но она, видите, опять красуется. Вот, вот, видите, за хвостом, вот они, три штуки тут сидят. Ну, они скоро вылезут. Там их пять штук, вот, накормление, когда мы будем их кормить, я думаю, что вы их увидите. Вот, что здесь еще добавили мы? Мы сюда добавили еще, поставили Атмановская голова 203, она, по-моему, здесь и была на тут видео, но она не функционировала, не работала, просто стояла. Сейчас мы ее запустили, вот, здесь стоит мочалка среднеполистая, то бишь, как бы, и все, она взвесь, в принципе, как бы, убирает. Перед тем, как ты приехал, Василий, тут тоже был такой беспредел, мне уже как раз на хвостом сходил туалет по-большому, скажем так. Вот, и благодаря этой помпе она эту взвесь, всю, в принципе, как бы, собрала, убрала. Что дальше здесь еще? Я еще скажу, ребята, это, извиняюсь, я перебил, вот, представьте, приезжаю второй раз, и второй раз перед моим приездом СОМ решает свои проблемы сделать в туалет, наделывая. Вот, потом здесь еще немножко подразрыслись, немножко корневая система Монстер, то есть, ты понял, это так ведет, не ведет, сейчас тут добавились уарики, я думаю, что корни здесь будут поедаться, они будут более усиленно. Вот, на Панданусе, тут, который мне отдал Дмитрий, то есть, как бы, на нем уже, как бы, в принципе, корневая система тоже уже понарастала, как бы, с той стороны, там, вообще, как бы, очень сильно ее видно. Ага, да, вон они, смотрите, туда, если посмотреть, там, видно корни очень много. Да-да-да-да-да-да. Вот, так что, в принципе, по аквариуму здесь, как бы, такого, больше таких изменений, как бы, так особых здесь ничего нет, потому что добавляться сюда уже рыба никакая не будет, вот, и убираться, в принципе, как бы, тоже. Вот, что здесь хочу еще сказать по поводу изменений. Здесь у нас, как бы, такие глобальные изменения произошли с фитофильтром. Ребят, кайфаните, вообще, вот, просто посмотрите, кайфаните, вот, какая тут зона фитофильтра, я не знаю, вы видели где-то что-то подобное? Я не видел нигде и реально кайфую. Я вижу изменения и знаю о них, которые сделал тут Алексей, ну, посмотрите, блин, ну, красотища вообще. Да, по тому, как ты уезжал, того снимал, здесь, получается, Сингунюм, вот так вот у нас вырос, сантиметров, наверное, на 80, ну, около метра, наверное, он вырос уже. Потом здесь филадендрон, красный дракон пошел, здесь вот на 4 листа, вот, потом здесь кротон выпустил уже после этого всего около 6 листов, вот, после того, как ты приехал, вот. Потом лимонный тоже вот вырос уже сантиметров на 8, вернее, листов на 8, вот, вот этот вот тоже филадендрон пошел, фикус пошел, обычный каучуковый, вот, потом краснеющий тоже вот пошел, вот такой вот. Добавили мы сюда еще алаказию, вот такой вот красивый цветок, сейчас он у нас болеет, потому как недавно был посажен вот, вот, крупные листы такие более вялые, а вот молоденький такой, дебелый, скажем так, то есть как бы он не пропал, а просто вот сейчас он болеет у него. Потом здесь, потом добавили мы здесь еще агановую красную, вот краснеющую, красиво смотрится. Потом посадили мы еще сюда вот такой вот цветок, я не помню, прошу прощения, как он называется. Это в Центральной Южной Америке, он любит влагу очень сильно. Я думаю, он напишет это название. Я могу посмотреть, как это название называется, у меня есть декларация на этот цветок. Сингунем здесь тоже пошел. Агланема зеленая здесь такая пошла тоже. Потом Фелодендрон вьющийся тоже. Вот ты проезжал на тот момент, был один листик. Сейчас здесь после этого всего сколько? Раз, два, три, четыре листа вышло. Нормально. После этого всего, да. Это то, что здесь по цветам. А, и добавилось еще вот такой красивый цветок, такой мох. Он растет без грунта, на проволочке подвязан. И когда ты его обшикиваешь, сейчас я вам покажу. Когда ты его обшикиваешь, получается он такой насыщенно-зеленый. То есть я его обшикиваю раза три-четыре в день, цветок этот. А купаю его раз в неделю, на 15 минут я его замачиваю в тепленькой водичке. Тоже опять, знаете, в аквариумной воды, не знаю, в аквариумной водичке. И он там у меня купается минут 15-20, я его достаю, подвешиваю, он такой насыщенно-зеленый. Прикольно. Да, сейчас я вам покажу. Вот он сейчас такой, скажем так, бледненький, да? Ага. Вот. И вот когда ты его обшикиваешь, он становится такой темно-зеленый. Вот он получается, видите? Вот он такую воду впитывает в себя. Не знаю, перенесет эта камера, но на внешний вид сразу это все видно. Ну, я надеюсь, нам поверят, если камера не покажет. Ну, поверят, мы съем еще небольшой апдейт, скажем так, освещен будет именно этому цветку. Потому что он получается такой, видите, темно-зеленый, такой становится, как корни у орхидей. Когда поливаете, замачиваете его, он получается такой темно-зеленый, насыщенный. Тоже такой красивый цветок, как бы хотел... Да, смотрите, сразу видно, что он как бы становится... Вот такой бледно-зеленый был, а сейчас он реально вот набирает. А вот Василий, видно, вот переход. Да, вот смотрите, ну, камера-то плохо. Вот смотрите, ну, вот как бы здесь белесое такое, более, знаете, еле-еле, а тут уже как бы оно такое насыщенное он получается. Вот это удивительное растение. Да, 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 мне оно тоже понравилось. Вот, и мне такое еще по поводу растений, фитофильтра, мне еще понравилось такой очень красивый момент. После того, как ты уехал, я задумался по поводу орхидей. Да. Я посмотрел очередной видеоролик в ютубе, я не скрываю. Я там подсмотрел, там подсмотрел, вот, и решил выращивать на блоках орхидеи. Вот, решил выращивать орхидеи на блоках. Вот, это берется кора древесины, вот, желательно, конечно, дубовая, мангровая. Вот, ну, не имеет значения, какая... Ну, вообще, это лучше всего. Я пошел в лесочек, скажем так, взял топорик, вот, набрал коры, коры тополя, потому как у нее поры, структура коры такая более грубая, вот, заказал еще сфагнум мох, правильно, сфагнум мох? Да, да, сфагнум мох заказал, вот, и начал подражать, делать то же самое, что в интернете. Поехал я с супругой у нас в магазин, в эпицентр, купил две карликовых орхидейки, вот, и они цвели. Я их здесь поставил, они у меня цвели, и я начал их высаживать на блоки. Блоки, сейчас я вам покажу, что это такое, такая интересная вещь, вот, правда, конечно, не каждый... Это вам лайфхак. Да. Лайфхак. Да, вот берется кора, вот, я в ней просверил отверстие, ставил медную проволочку такую вот, вот, замочил мох, положил, орхидея, это когда уже цвела, процветущая орхидея этого делать нельзя, вот, пропадет, отцвела, я положил сфагнум мох, потом посадил ее на сфагнум мох, сверху мох еще один положил, и капроновым чулком, вот, взял у жены колготы, распорол, выбросил ее, распорол, и вот обмотал, получается, отцвагнум мох. Вот, просидел у меня так цветок на протяжении, буквально, наверное, недели, вот, на сфагнум, а, и еще раз, еще раз скажу, вы посадили на сфагнум мох, но обязательно, чтобы шейка цветка была открыта, потому как, если шейка цветка будет закрыта, то он будет гнить, и цветок пропадет, то есть шейка, чтобы обязательно провентилировалась, вот, и просидел где-то цветок на протяжении недели, плюс-минус, так, наверное, даже меньше, вот, и он сразу выпустил маленький лепесточек, вот, и вот уже лепесток, уже такой, наверное, уже сантиметра, наверное, 3-4, наверное, такой лепесток, вот, и здесь пошли уже, вот, от шейки пошли уже новые корневая система, вот, видите, ярко-насыщенно-зеленые, вот, и начали прорезаться они уже вот через сфагнум мох, вот, даже отсюда уже пошел нарост, вот, другую орхидею мы не сажали, вот, она у нас еще цвела, потом отцвела у нас, и мы ее тоже самое посадили, сейчас я вам покажу, вот, вот, как вам, ребят, кайфуете от такого? Да, ну, есть мужчины кайфуют от пива, а есть мужчины кайфуют от орхидеи, вот, так что, и вот, другая орхидея у нас стояла в горшочке, по какой причине начала пропадать, вот, но она отсвела и начала пропадать, как говорится, не было мха в магазине, вот, и тут появился мох, я посадил, и вот, пожалуйста, результат, ровно 4 дня, и листик уже, вот, сантиметра полтора, вот он еще один уже будет. Да, 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 видно. Вот, и вот уже цветение скоро будет. Да, 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 видно. Вот такие вот уже бутончики появляются, вот, по поводу обслуживания этого всего, я скажу, что я делаю как, я беру аквариумную воду, вот, беру их в пульверизатор, вот, несу их в ванну, и с пульверизатора хорошенечко я обливаю на сфагнум мох. Облил, вот, сами листики протер, и он буквально там часика-два полежит у меня просто в таком положении, потом я их беру с ванны, несу их назад и вешаю уже на фитофильтр. То бишь, как бы, остатки воды стекают назад в аквариум, вот, а все остальное, оно стоит, ну, в воде питается. И, что я хочу сказать, такую процедуру я их обливаю, скажем так, поливаю где-то через день. Ну, тут же еще я смотрю изменения с фитофильтром, в том плане, обшивочка какая красивая. Да, Василий, обшивочка здесь действительно красивая, и я скажу... Посмотрите, какая красота, я зашел, я в полном восторге, ну, Алексей всегда, он умеет удивлять, посмотрите, какая красота. Вот, кстати, сейчас орхидею пока сняли, но вот, как было, да, вот, стекло, и как сейчас, вот, какая красотень. Вообще, ну, он любитель, он фанат своего дела, видите, он полностью, ну, все это, душой и телом туда уходит и сделал такую красотень. Как это все получилось, что понадобилось, как это делалось, или это купилось? Нет, Василий, это не покупалось, хотя, в принципе, можно было и купить, но такого, во-первых, ни у кого я тут с уверенностью нету, как были там вопросы, все по идее, на мере, как-то я не могу дословно сказать, это только РУС, то есть как бы тут это все сделалось, на самом деле это все не так, но это мы немножко позже об этом поговорим. Ну, да, да. И такого точно ни у кого нету. Я был у знакомого, вот, этот знакомый тоже будет когда-нибудь у тебя, тоже будешь у него в гостях, тоже будешь надо у него снимать. Да, вот у него, вы обратите внимание, у него фитофит закрыт такой гипсовой... Гипсокартоном, да? Нет, не гипсокартоном, искусственно гипсовая, так вот, как... А, лепка, да? Лепка, да. То бишь, как бы, оно красиво, либо смотрится, но вживую смотрится ничего, но на видео смотрится, когда он показывал фотографии, видео, кажется, что просто заклеен самоклейкой. То бишь, как бы, это, во-первых, во-вторых, как бы, там ценовая политика, как бы, тоже, как бы, не из дешевых. Вот, она была новая. Но тут, как бы, дело было не в деньгах, чтобы сэкономить, здесь было дело подумать, как это правильно сделать. И вот я в один прекрасный вечер лег спать, и вот мне спал, и мне вот пришла такая... Озарение. Озарение такое пришло, что вот можно сделать так. А вот, что мы сделали? Мы сделали, пошли мы на карьер, вот, нашли опять-таки тоже тополь, вот, который уже завалился. Вот, на, скажем так, надрали с него вот такой вот коры, вот, такой вот коры надрали, вот, принес это все, я делал домой, вот, что делать? Я ее вымыл, вот, у жены просто, опять, глаза на лоб, волоса дымом, пена сорта, истерика просто, там, что ты делаешь в ванной? Она не знала еще самого основного, что будет, вот, мы это дело побыли, ну и мы начали его выпекать, его в духовом шкафу, вот, начали выпекать его в духовом шкафу, для тех целей, чтобы, во-первых, высушить это раз, во-вторых, чтобы поубивать всех отсюда во жучков. Ну, да, да, щипалки там разные, там, мокрицы там разные, жучки, чтобы это все дело убить надо было оттуда. Мы за три партии это все дело я выжарил, в квартире была вонь, конечно, ужасная, этой древесины, болота этого всего, это ужас, конечно, запах был вообще. Вот, это мы дело все дело вымыли, и затем я начал думать, как же это все же делать основу, вот. Ну, в общем, сделали мы основу, начало из ДВП, начало приводить гвоздиками, это не годилось, разобрал, потом думал, 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 что делать, вот. Потом поехал я в строительный магазин, в эпицентр, вот, и купил одну вагонку, получается, 15 сантиметров вагонка, а вторую вагонку купил 7 сантиметров, вот. Я их соединил вместе в пазы папу-маму, вот, затем набил тот ДВП, который я вырезал, то бишь усилил, оно чтобы не распадалось никуда, вот. Вот, и на основу были прибиты еще, называются они, когда гипсокартон, крепят к потолкам, или к серии, пешки такие, такие металлические, такие пластинки, дырочку, пришел. Вот, прикрутил я их в заднюю часть, на этот фитофильтр у меня ушло их 6 штучек, вот, загнул и начал набивать уже кору. Кора была сухая, это было ужас, она опять лопалась, я не знал, что делать. И было принято решение эту кору опять заново замочить. Мы ее замочили, она стала более эластичной, и потихонечку, потихонечку, потихонечку структура, которую начали мы ее набивать. Вот, набили мы ее, вот, и когда где остались пробелы между древесиной, между корой, вот, мне это не понравилось, и было принято решение, я думал сначала, думаю, там пластилином позамазать коричневым, или там на герметик силикон акварельный намазывать, и потом засыпать стружкой коры, вот, думал, 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 как правильно сделать. И было принято решение заказать на OLX, у нас в Харькове, вот такой вот стабилизирующий мох. Смотрится шикарно. Вот такой вот мох, вот, и там, получается, была расфасовка от 100 грамм. Ну, я так подумал, думаю, возьму, думаю, навернячка, думаю, чтобы уже было. Вот, чтобы хватило, взял полкило. Ну, полкило, чтобы, понимали, это такая коробка, огромная, простая коробка. Я вам потом попозже эту коробочку покажу, потому как она у меня в гараже. Вот, когда будем строить покатушечки, мы эту коробочку посыпаем. Да, да, на необычном транспорте сразу скажем. На необычном транспорте, да, можно в космос улетать. Да, так что сразу лайкос ставьте для поддержки. Вот, и дело в том, что, получается, мы посадили с пинцетом стабилизирующий мох, и картинка просто смотрится обалденно. Во-первых, смотрится красиво. Во-вторых, это не ушло, у меня минимум затрат ушло на это все дело, гривен 250-300. На обшивку обманул. Гривен 700 у меня ушло на это все дело. Это стабилизирующий мох с покупкой. И дело в том, что вот гривен 700 у меня получилось, во-первых, это то, что дешево, это раз. А во-вторых, я скажу, что здесь еще будет то, что это все натурально. Это все натурально. Это все прибито гвоздиками, потом со временем гвоздики начали ржаветь. То бишь, как бы их практически уже не видно. Это пройдет еще месяца два, и их вообще не будет видно. Оно и сейчас не видно. Так что вот так вот было принято решение. Те, что картинка смотрится просто супер. Огонь. Да, то есть как бы всем советую, то есть как бы, что я никому не буду ничего говорить, что-то сделано по моим мотивам. И сейчас пишут некоторые комментарии. Да. Я еще хотел спросить по поводу, получается, борьбы с вот этими жучками. Расскажи ребятам лайфхак. Как ты поборолся с ними? Ну, я скажу, что тут дело в том, что какая ситуация. Блохи ж не помогли, да? Дело в том, что там была другая вообще ситуация. Это, да, я хотел купить блог этих клещей. Не блог, а клещей. Я ее перепутал, я перепутал. Клещи. Прошу прощения. Ну да, да. В комментарии будешь раслюбоваться сам. Да, да, да. По поводу блог. Ну, прежде чем говорить, нужно же думать. Да. Вот. Зрителю остры на комментарии. Что здесь было? Я хотел сюда купить сначала клещей, которые, это биологическая борьба. Борьба, этой борьбой на агрономы в теплицах. То есть, как бы борются все. Я нашел этих клещей, где они продаются. Там, получается, идет туб полуветровый, картоновый такой. И там идут, идет, эти клещи продаются вместе с, как она называется, в стружке такой специальной. Вот. Вот. И получается, что я нашел этого продавца, кто занимается, все, позвонил, объяснил ему ситуацию. Говорю, мне фитофильтр, что это такое? Ну, начал ему объяснять. В общем, я не знаю, что делать. Он мне сказал, что вам 3 тысячи голуб, хватит с головой сюда. Но. Он сказал, что. Они, говорит, там получается, что они поедают. Потом те откладывают яйца, те опять подъедают. В общем, мне начал рассказывать, чухать по ушам. Но я вам скажу честно, ничего это не помогает, потому что я даже не заказывал. Потому что он сам сказал, что я не уверен, что оно вам поможет. А ценовая политика было около 15 евро. То есть за этот топ. Плюс там надо сразу денежку скидывать на карточку, меня это насторожило. Сразу. Плюс растаможка и все остальное. В общем, там получается около гривен 700. И он сказал, что это вы сейчас на раз 700 гривен тратите. Потом через венделе еще 700. Потом еще 700. Да, ну понятно. И не факт, что оно вам поможет. Ну, сказал, что хорошо, спасибо большое, я вам перезвоню. И начал я бороться сам здесь. Потом потеплело нас на улице. У нас, я живу на первом этаже. Вот это тоже опять-таки такой ответ на вопрос. Вот. И у нас появились муравьи. Обычные муравьи, рыжие. То есть у нас появляются, они бывают частенько. То есть на улице потеплело, и они сразу заползают к нам в квартиру. Вот. И что я вам хочу сказать. На протяжении недели у меня в фитофильтре пропали полностью трипсы. Полностью. Нигде ни трипсов, никаких жучков, ничего нету вообще. Круто, ребята, круто. Да, это дело в том, что я, это чисто такое совпадение. Это я в шоке сам. И скажу, вот нигде нету ничего просто ни на каком листике. Листики есть еще поврежденные, которые еще до этого, еще трипсами. Но, нового поведания листов нету вообще. То бишь, если мы раньше здесь поднимали... Ну да, там кишило. Сейчас чистенькие, я посмотрел уже, друзья мои. Да, здесь вот все чистенькое. Это вот листики побитые трипсами. Это да, это. Вот новые листики лезут. Вот они, вот. Муравьи рулят, они это. Да. Всех трипсов попередили. Да, но дело в том, что я скажу, что есть еще такое вот... Там у меня супруга купила средства. Могу потом в дальнейшем показать, как он называется, там шприц от насекомых. Вот. И у меня были на кухне они. И у меня супруга там где-то между плинтусом, где-то по накапу было. И они там пропадали полностью. Все пропали. Вот. Но дело в том, что здесь муравьи еще есть. Я их еще даже не вывожу, даже не хочу. Ну пускай поработают. Они живут только здесь. Больше муравьев я нигде не встречаю. Вот. В квартире только здесь. Но потом можно тоже, в принципе, этим гелем их здесь и вылечить. Вот. Но я скажу так, что если у кого-то есть трипсы, выходите вы где-то на озеро, где-то на коре. Берите баночку, собирайте муравьев, заводите муравьев в фитофильтре. Потому как я скажу вам честно, что с муравьями будет вам гораздо полегче бороться будет, чем с трипсами. Вот. Потому что этот трипс, это, конечно, ужас. У меня сейчас цветы просто поперли в гору из этих трипсов. Они ничего практически не растут. Подрастало и сразу погибало. Да. Потому что сейчас здесь вот сингуньум просто вот. Сейчас я вам покажу, какой здесь сингуньум, чтобы вы просто понимали. Вот лобошка. Да. Вот моя ладошка прикладываем. И у меня вот сингуньум реально по размеру больше, чем моя ладошка. Ну скажут, что у тебя ладошка маленькая. Ну все могут быть. Все могут сказать, да. Скажут, как с печной коробок. Ну вот. Цветы серед, действительно, довольно такие вот крупные. Вот пошел толстые стебли. Пошли, вот все растет тут. Так что вот такое, скажем так, берите муравьев, заводите фитофильтры и боритесь. Если у кого проблема с щитовкой. Да. И с трипсами тоже. Итак, друзья, мы уже начинаем рубрику «Ответы на вопросы». Сейчас на один из вопросов мы не только ответим, но мы и покажем, насколько разница сома и щипцов. Просто там написали, что щипцы меньше сома, типа, а щипцы 60 сантиметров. Мы сказали, что сом там больше 60. И сказали, что нет, щипцы больше сома. И вот мы сейчас даже вон веревочку все тут навязали. Вот видите, сейчас будем мерить сама наша. Вот сом, вот получается наши щипцы. Погружаем, погружаем, вот идем. Главное, чтобы это сом не испугался. Главное, чтобы не испугался, да. Будем тихо, аккуратно, не спеша выравнивать. Да, ну, у кого еще сомнения есть, то, что он решил чуть-чуть развернуться, ну да, говорит, что-то тут сверху непонятное. Ну, я думаю, что, вот, может сейчас еще разворачивается. Ну, вы и так прекрасно видели, что сома. Вот, 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 я думаю, что сейчас щипцы упираются уже в стекло. Так до головы еще не дошло, да? Ну, вот я показываю, ну, я не знаю. Я думаю, что тут и так все видно. Разница сама, вот, видите, ну, сейчас астрик закрывает, как бы. И сом, вот, он под изгибом, он сейчас. Ну, видно, что щипцы меньше сома. Вот так вот. Да, вон, смотрите, уже все. И сом, смотрите, изогнул хвост, и все равно он больше этих щипцов. Ну, это... А ну? Да, видно, видно тут. Видно? Да, видно. Я вижу отчетливо, как бы. Ну, я думаю, что люди, те, которые писали, что... Надеюсь, у них больше сомнений не останется. Да, 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 да. На их вопросы, это глупо. А мы же переходим к списку вопросов. Так, и так, мои друзья, продолжаем отвечать на ваши комментарии. И такой лайтовенький комментарий. Розетки не окисляются от влаги, которые находятся в тумбе? Нет, Василий, здесь ничего не окисляется, потому как здесь розетки в тумбе. Вот, непосредственно. И все розетки у нас, они взаимосвязаны. Вот, и сам, и маленький аквариум, скажем так, который на 170 литров, вот. Вот, он стоит, получается, полностью закрыт покрытыми стеклами. И там никакой влаги вообще абсолютно нет. Потому что, если там была бы влага, то тумба бы вздувалась, у нас бы и появлялись бы, то есть как бы вздутия. Здесь такого нет. Ну да, как у меня вот это было. Нет, здесь такого нет. Уже два года стоит, ничего здесь не случилось. Следующий вопрос. Сколько протянет аквариум по времени при отключении электричества? По поводу электричества, аквариум здесь протянет на протяжении около 7-8 часов. Они здесь протянут. Потому что здесь стоит протока. И протока здесь, получается, вода постоянно обновляется. И вода, в принципе, здесь, когда рация есть, и да. Так, переходим к следующему. Участвовал ли ты в конкурсах с этим аквариумом? Возможно, собираешься участвовать в будущем? Василий, нет, я нигде не участвовал. Потому как я очень ранимый к этим комментариям писал. И если я буду еще участвовать в игру, в разных там конкурсах, как МФК РУС, и везде остальных конкурсах, если будут мне писать комментарии, я просто этого не переживу. И мне не хватит на каждому там все отвечать. Я очень близко к сердцу это все воспринимаю. Да, ребята, вы вообще, вот честно скажу, вы когда пишете комментарии, вы вообще думаете, что вы пишете, и в чем смысл ваших комментариев, которые как бы не относятся, грубо говоря, к аквариуму. В том плане, что вы же не пробовали такое сделать подобное. Как бы сколько труда сюда сил вкладывается, вот так вот, знаете, вот так вот, фигня там. На самом деле, это большой труд, и каждый труд надо уважать, ребят. Так что, пожалуйста, у меня убедительная просьба. Не пишите, что попало. Можете четко по делу, это всегда приветствуется. Но вот так вот, знаете, прийти обосрать, это, ну, это не то. Да, это вообще, это глупо, как бы, и ничего тут хорошего нет. Но мы переходим дальше. Такая высота аквариума не сильно мешает его чистить. Вроде, а, вроде те, кто обслуживает аквариумы, не хотят браться за аквариумы высотой 90 сантиметров и выше. Ну, Василий, я скажу тебе как, что обслуживать его, да, обслуживать его тяжело, я не отрицаю. Вот я беру маленький-то бред, залажу, ставлю, и даже вот сейчас, даже где-то внизу, на самом низу аквариума, где-то, может, даже не дочищено, я не отрицаю. Тяжело. Но, чем выше аквариум, тем, естественно, и картинка красивее. Вот. И это все супер смотрится. А вообще, на самом деле, как бы, привыкаешь к всему. Изначально было тяжело, я не отрицаю. Но сейчас все отлично, все в порядке. Чем выше аквариум, тем красивее. Я бы сейчас такой, что сделал бы еще больше, по сантиметрам бы на 15, на 20. Ну, вообще. Да, да. Так что так? Нет, ребята, ничего, все отлично, всем советую, ставьте такие аквариумы еще и лучше. Так, вот еще такой комментарий. Этот комментарий тебе очень понравился. Ты специально даже подготовил ответ для этого комментария, будет видео. Сейчас зачитаю комментарий. Почему фильтр тонкой очистки, носки, стоят перед фильтрующим материалом, перед губками грубой очистки? В чем смысл? Ну, на этот вопрос я, конечно, наверное, отвечу на него немножко дольше, чем на все предыдущие. Вот. Я вам объясню. Вот вы имеете самп на 170 литров. В этом сампе есть 50 литров вулканической лавы, 30 литров биокольцев, есть синтепон, есть поролон мелкой очистки, есть толстой очистки. Вот. И если у вас не будет стоять фильтрационные носки или мешки, их правильно еще называть, либо мешки, либо носки, потому что есть и то, и то. Вот. Разница в этом, только в ободке, в мешках фильтрационных нету контура самого, просто он зажимается, а в носках есть пластиковый контур. Это еще раз такой на ответ сразу на вопрос. Ну, да, да. Вот. И если у вас не будут стоять эти мешки, либо носки, это называется прифильтр, правильно сказать. Все, что здесь остаются кусочки жиры, салаки, креветки в аквариуме, то, что рыба не подъела, это все попадает в фильтрационные носки. Вот. И это все я потом снимаю раз в неделю, помыл в ванной, машинку постирал и все. Если этого дела не делать, то я вам хочу сказать с уверенностью, что вы сам будете мыть раз в месяц, это 100%. Если у вас стоят мешки, либо носки фильтрационные, то вы будете его мыть раз в два, в три года. Может быть. Это если они у вас есть. Если нету, то будете мыть раз в месяц. И до этого есть видео, Василий вам его предложит. Я лично снимал это видео, чтобы вы посмотрели. Да, я просто не ехал сюда снимать процесс снятия носков, как бы Алексей сам снял это. Вот я приложу это видео, посмотрите, сколько там чего собирается. То есть вы будете в шоке просто, сколько там, если бы это все попадало в сампы, там караул бы. Но я думаю, что просто, Василий, легче помыть фильтрационные носки. Конечно. Это буквально занимает 5 минут в ванной и 30 минут в стиральной машинке. И вы ставите назад, либо вы будете раз в полтора месяца, либо раз в месяц будете мыть 170 литров, просто все вытаскивать. Биология будет умирать просто. Это просто бриф, это глупости, просто глупости. Да. Так, ну так как, я так понимаю, у человека нету большого аквариума, и он, посмотрев на твоего сама, на черепаху, он очень заинтересовался и спрашивает. Чем ты убираешь фекалии от самой черепахи? Сачком, лопатой или чем-то другим? Да нет, я вам скажу честно, что сачком лопатой, это ж не огород, чтобы картошку покупать, как бы здесь. Я скажу так, что черепаха, например, по органике, она выделяет органику фекалий, фекалий, будем говорить его словами, она выделяет в раз, наверное, 3, наверное, меньше, чем, наверное, сом. И здесь стоят два фильтра флюваловских, стоит здесь сам, стоит здесь помпа от Малышка 203, здесь вообще, здесь ничего убирать не надо. Он же фекалии выдаёт не как корова, понимаете, либо как коза, шариками миндальными, скажем так. Оно, получается, идёт как водой, мутно, как кефир, сыворотка, скажем так, как кефир, да, вот у него уже заднего отверстия выходит, так и кефир, вода мутная, и буквально через 15 минут вода кристаллически чистая, такая вот, как она сейчас есть. Так что здесь фильтрация справляется с этим полностью. Сюда можно ещё 5 краснохвостых посадить, 10 черепах, и эта всю фильтрация будет тянуть на ура. Понятно, спасибо. Пожалуйста. Так, переходим к следующему. Это я вырежу, поставлю на конец, но просто этот вопрос, это понравилось. За сколько обошлось всё это вот, всё, что у тебя есть, вот, включая там все сампы, аквариумы, фитофильтры, на сколько это потянуло денег? Ну, Василий, я думаю, что если так я всё не подсчитывал, потому что это всё делалось постепенно, да, с годами, скажем так, это не всё сразу к этому всё делалось, это не всё таки шло, пришло сразу всё к этому. Ну, я даже не могу этот вопрос даже так сказать чётко, но я с уверенностью скажу, пускай мне там не пишут разные глупости по поводу, я думаю, что где-то около 5-6 тысяч долларов у меня на это всё дело ушло, это точно. Так что, ну, пускай как бы люди сами как бы думают, потому что, например, вот, да-то я даже думаю, наверное, больше, потому как стекло у меня обошлось 1000 долларов, только стекло, вот, плюс поклеить, мне там ребята поклеили там по знакомству, там вы это уже, вы знаете, вот, за 10 тысяч. Сейчас флюваловские фильтры возьмём, скажем так, в среднем новый, ну, давай, минимум возьмём 5-6 тысяч, это возьмём в среднем 5-6 тысяч, а то и 8. Да-да, да. Вот, то есть как бы, ну, фильтрация здесь, я так думаю, что вот два флювала, плюс компрессор, плюс обогреватель, это уже 1000 долларов, плюс стекло 1000 долларов, это 2000 долларов, я думаю, что около пяти, это, наверное, только вот аквариум с тумбочкой, с цветами, с фитофильтром, без рыбы. Потому как сюда, сколько рыбы здесь было, и сколько здесь рыбы всего уже погибло, потому что я же говорю, я учился не на своих ошибках, а на чужих, и на своих тоже, ну, вот, рыбы погибло здесь очень много, чтобы к этому всему добиться. Я думаю, что 5-6 тысяч, это 100%, а то и больше. Ну, да, я даже думаю, что больше, а ещё сколько сюда часов работы пошло, это вообще, это даже не посчитать, не измерить. Это важнее, наверное, где-то деньгами даже, да, ну, а по деньгам, я думаю, что больше, чем 5-6 тысяч долларов. Ну, да, я тоже так. Я так, я вам так образно сказал, вот, коряжечка сама вот эта вот, сама 3000 гривен, то есть как бы вышла, то есть как бы только одна коряжка. Да, чтобы вы ещё понимали, друзья, мы вопросы не проговаривали заранее, то есть я вот как бы так луплю, можно сказать, в лоб многие вопросы, Алексей, он на них реально не был готов. Я не готов, я не знаю, сколько сюда денег ушло, ну, больше 5-6 тысяч долларов, это точно, 100%, потому что, ну, я уверен, что здесь больше, потому что здесь два фильтра, это тысяча долларов уже, считай, ну, тысяча долларов два фильтра, а я обогреватель с компрессором, всё. Ну, да, да. И пошло-поехало, тут светильники, фито, я думаю, что здесь гораздо больше. Вот ещё какое-то... Не будем на это говорить, потому что можно смотреть видео с моей супругой. Да. Женщина не родимая, поэтому всему. Вот ещё вопрос, очень интересует зрителей, сколько обходится финансово обслуживание такого аквариума в месяц, то есть по электричеству, по кормлению, по воде, в общем, все эти затраты, сколько это выходит? По кормлению, по еде, ну, я скажу так, смотрите, да не сильно и много. А я думаю, что если со светом, думаю, долларов где-то сто, думаю, месяц, думаю, уходит. Вот где-то две с половиной тысячи гривен, то есть как бы я, как бы думаю, что это месяц со светом, потому как вот креветки, там, миди, там, салака, вот, плюс свет, ну, я думаю, где-то до 100 долларов, не больше 100%, а то и меньше. Я думаю, что так. Ясно. Очень полезные, приятные комментарии. Их читаешь, ну, реально, я просто понимаю, что человеку действительно это было приятно, и он понимает, сколько сюда труда сил вложено, там, которые, там, о боже, какой же это труд, очень красивые рыбки, там, ну, вот, знаете, вот такое читаешь, это, и просто, и вот впечатляюще. Ну, то есть, увлеченный человек, прям по-доброму как-то, ну, знаете, вот читаешь и вдохновляешься. Я думаю, Алексею очень тоже приятно читать такие комментарии. Но есть, конечно, хейтеры, которые, там, пишут какие-то такие вопросы, там, что-то указывают. Сейчас мы некоторых коснемся, и пускай они еще тоже ответят, что они под этим подразумевают. Вот тут много людей, Леш, написали, что у тебя перенаселение, там, суповой набор и всякое такое. Ну, вот, ты сейчас скажи им что-то, я дополню тебя, если, конечно, останется возможность это сделать, что это как в супермаркете, там, что тут растений нет, вообще тут фигня полная. Давай, обобщим их просто, эти комментарии, вот, постараемся одним ответить, так сказать. Василий, ну, я думаю, что здесь одним ты не ответишь словом, я скажу здесь так, во-первых, пускай покажут мне люди, которые в супермаркете есть такая рыба, на продажу плавает, на килограмм продаются, вот, это во-первых. Во-вторых, здесь осетрину, как пишут, там, осетрину подращивать в этом объеме и все остальное, ну, ему ж никто ж не запрещает жить с нашей русской женщиной. Пускай он попробует себе жить, например, там, с негритовской, с африканской, с какой-то, то бишь, как бы, это бред, полный, полнейший бред, это два. В-третьих, на такую объем, высоту, скажем так, пускай мне предоставят водоросли, какие здесь смогут расти, с краснохвостым, с черепахами, с астронотусами, которые копают, вот, уарики здесь есть, мелиусы, которые тоже травоядные, и на такую высоту, которая будет расти, здесь трава, будут расти водоросли в песке, вот, здесь ничего, просто буквально в течение суток здесь ничего не выживает. Я понимаю, что кому-то нравится трава, мне тоже здесь нравятся водоросли, растения, но на такой высоте аквариума водоросли расти не будут. Водоросли будут расти, если высота будет не превышать 50 сантиметров глубинной высоты, а здесь 80, и здесь ничего расти и с этой рыбой не будет. Это три. В-четвертых, кому-то нравится маленькая рыба, кому-то нравится большая рыба, кому-то нравятся худые женщины, кому-то нравятся пушечки по 150 килограмм, по 120. То-бишь, как бы, это кому как нравится. Я люблю рыбу смотреть не через миксероскоп, а сидя на диване, бутылочку пивка и смотреть, кайфовать над своей рыбой. То-бишь, как бы, кому что? Мне нравится крупная рыба, маленькая рыба мне не нравится. Кому-то нравится, пускай они остаются при своем мнении. То-бишь, у каждого свое. Было бы, позволяло бы место, я бы с удовольствием сделал бы еще себе травничок небольшой, и каких-нибудь такими мелочевочками, неончиков, кардиональчиков тоже бы себе завел. Мне это тоже нравится. Но это мне нравится больше, чем то, что мне предлагают. Получили ответ, ребята? Да. А я еще добавлю, друзья мои, вот вы пишете, перенаселение, там, туда-сюда, а вы напишите, вот, вы же, я понимаю, позиционируйте себя, как эксперты, которые разбираются. Много рыбы, мало рыбы. А напишите, не просто перенаселение, а растолкуйте, вот, нам, недалеким, так сказать, что по вашему перенаселению. Я вот смотрю, фильтрация справляется, рыбы нормально плавают, не как селедки. А вот вы же грамотные, объясните нам, что такое перенаселение. Мы с удовольствием посчитаем, послушаем ваши умные советы и комментарии. Василий, ну я хочу тебе еще дополнить к твоим словам, что по поводу, пускай напишут, смотрите, пишется здесь, что здесь перенаселение. Если было бы здесь перенаселение, это, во-первых, рыба бы здесь так активно, как платистома была до того, как вы снимали, вы снимали, сейчас, рыба здесь растет. Если бы было бы здесь перенаселение плотное, вот, то бишь здесь рыба бы не росла вообще, она была бы здесь затянутая, вот, и все, это в раз. Во-вторых, очень много пишут, что, о боже, здесь краснохвост ему не развернуться. А еще сказали, что он сожрет всех. Он сожрет, да, он вырастет и сожрет. Но сейчас краснохвостый уже в размере 80 сантиметров, я думаю, даже уже больше, вот, но я не буду уже говорить больше, насколько, вот. Что здесь краснохвостый получает еды столько, сколько ему нужно. Ему охотиться здесь ни за кем не стоит. Если бы он бы тут не доедал бы, да-да-да. Вот в конце будет видео, будем кормить рыбу и посмотрите, как он не активно и даже ее поедает, потому что он сытый. И охотиться здесь на кого-то, ему нету смысла. Это во-вторых. А в-третьих, если даже ему здесь и тесно было бы, то сомы, сомы в природе, они когда питаются, они лежат на дне, против течения, и открывают рот, и получается свежая вода поступает в рот и фильтрует им жабры. Это рыба нормальное явление. Так что сомам сюда можно еще три сома запихнуть, и перенаселения здесь никакого не может быть и речи по поводу сомов. Так что сому здесь комфортно, поверьте. Приезжайте лично и посмотрите. Так что так. Тут комментарии просматриваю ваши, я смотрю, тут человек написал, у меня ванна меньше. У кого-то ванны поменьше, да. Есть такие ванны, что и побольше. Да, но он в хорошем плане. Многие пишут, там, видно владелец аквариума, горит там, очень красиво аквариум. Ну, Василий, добиться такого результата, я думаю, что каждый бы горил, понимаете? Да, да, да. У кого такого нету, то понятно, что горит не будет, а будут писать разную в бред. Полнейший чушь. Да. Понимаешь? Еще, ребят, многие там подхватили подмосковье, там, вот это все. Ну, ребят, это мы немножко пошутили, есть такая штука, называется байт на коммент. Вот мы немножко решили, как бы, узнать, насколько зрители подхватывают и слушают информацию, и среагируют ли они на неверные данные. Ну, вот многие, как бы, поняли, все нормально, подхватили. Многие, конечно, не поняли нашего юмора, как бы, ну, извините, шутим, как умеем, так сказать. Ну, да. Так, Леш, ну, а соседи у тебя не поплывут от такого аквариума, от такого объема? Василий, соседи у меня тут не поплывут, потому как я живу, во-первых, на первом этаже, это раз. Вот, во-вторых, у меня здесь залитый пол, вот, кому было интересно, добавлялись ко мне в группу Аквамир Харьков, вот, там есть... Да, на Фейсбуке добавляйтесь, посмотрите, там интересно, ребят. Вот, там есть все с нуля, изначально, как аквариум строился, как изначально здесь полы заливались, здесь ушло, у меня около двух или трех кубов раствора, я срывал пол, вот, заливал площадку под аквариум, вот, ушло здесь 34 метра арматуры, восьмерки, вот, и здесь, в принципе, как бы полы надежные, а плюс, во-вторых, я еще живу на первом этаже, так что вот так вот, ребята. Ответили на ваш вопрос? Так, по поводу того еще спрашивают люди, как сом еще не сожрал милеусов? Ну, если сом съедает в день килограмм салат и полкило креветок, я думаю, что ему милеусы ему будут не до вкуса, так что сом здесь питается, ребята. Лучше не додумают, чем вы за столом, так что ему, в принципе, здесь не надо даже ничего, даже здесь никого трогать. Вот сейчас, на данный момент, плавает астронотус в размере 15-18 сантиметров возле краснохвостого пасти, и краснохвосту абсолютно все равно, что он есть, то его нету. Он знает, что через полчаса он получит свою порцию, как говорится, еды, и даже посмотри, как он не хотя будет ее даже есть, потому что он не голодный. Если его не покормить пару дней, тогда да, вопросов нету. Он поел здесь все, что будет. Поэтому залог того, чтобы тут оставались рыбки, это хорошее кормление сома. Ну, на данный момент да, но в дальнейшем здесь сом, в принципе, больше никого не сможет съесть, потому что здесь моногуанец около 40 сантиметров, он его просто не поместится ему в пасть. Так что тут Аравана, тоже черепаха, Милеусы буквально здесь через 3-4 месяца будут в здоровой лапке, и в принципе то же самое, ему не поместится в пасть. Так и писали, наверное, Алексей не бедный дядька, раз так кормит самого, а говорят на Украине, вернее в Украине, ребята, я забыл, вы же меня там поправляли, в Украине живут плохо. Это так или не так? Василий, ну я скажу тебе честно, что я такой человек, что я сам не сяду поесть, прежде чем рыбу не накормлю, как говорится. А во-вторых, как бы, не знаю, но 2,5 тысячи гривен, я думаю, что в месяц на свое увлечение, скажем так, каждый позволит. Почему каждый себе позволяет тратить по 3 тысячи, по 4 тысячи гривен на сигареты? Почему каждый после рабочего дня может выпить бутылочку пивка? Почему люди, как бы, это не считают, что они тоже довольно неплохо зарабатывают, они тоже, получается, богатые? Сейчас у нас в стране очень дорого курить, очень дорого пить, то есть, как бы, это тоже стоит, как бы, очень большим, так, финансовый затрат. То есть, если это все люди бросят и направят эти деньги в правильное русло свое, которое они любят им заниматься, то я думаю, что каждый у нас в стране, в мире, он может содержать аквариум и даже еще и круче. Так что, вот вам ответ. Дядя, что с глазами? На сварку смотрел? Не пались так жестко. Дядя, что с глазами? На сварку смотрел? Не пались так жестко. Ребята, я хочу вас попросить, прежде чем писать такие комментарии, узнайте, кому вы пишете и для каких целей вы это все пишете. Ничего с глазами у меня нету, я сварщиком никогда не работал и не работаю, это раз. Вот. А то, что глаза у меня селятся, наверное, здесь, наверное, блики или у вас просто, наверное, мерещатся в глазах. Может, наоборот, вы поздно видео смотрите, что у вас глаза пекут, что у меня такой блеск, как бы, у меня с глазами все в порядке, все нормально, я ничего не употребляю, никогда в жизни даже этого не пробовал. А что вы имеете в виду? Просто они, видно, не могут достичь такого эффекта, а смотря на тебя, видят в каком-то восторге, как ты сияешь и с каким воодушевлением рассказываешь про аквариум, и они, видно, думают, что человек не может вот... Адекватно такое что-то делать, да? Да, да. Ребята, а видите, ответ на самом деле прост. Просто Алексей кайфует от того, что он сделал, он смотрит на это и сам тоже восхищается этим. Возможно, вам надо последовать его примеру, что-то создать такое мегаинтересное, как бы, и потом кайфовать. И не надо ни на сварку смотреть, ни что-то употреблять дополнительно. Вам еще один лайфхак. Тут вот, Алексей, еще интересуется черепаха, что у тебя без зубов, что она не ест рыбу. Ну, во-первых, покажите мне черепаху, у которой есть зубы, это раз. Во-вторых, у нее есть нижняя челюсть, у нее есть огромный. Клюв, скажем так. Рыбу она здесь не трогает вообще, абсолютно. Вот вам пример. Рыба плавает. Черепаха здесь плавает на протяжении двух лет. Вот, посмотрите, пожалуйста, сейчас на рыбу. И найдите здесь хоть одно увечье после моей черепахи. Здесь нет ни одного увечья, что черепаха принесла здесь рыбе. Вот, черепаха здесь тоже самое, как и сол, в еде не нуждается. И ей нет смысла трогать другую рыбу. Вот, посмотрите на всю рыбу. Вот, здесь нет ни одного увечья, что черепаха ей здесь принесла. Будете кормить черепаху, ничего здесь не будет. Так что вот так, я думаю, что ответ удовлетворил вас. Ну, я тоже надеюсь. Тут еще комментарий. Купи астронотусам растения. Их надо кормить маленькими рыбками или креветками. Это тебе советы дают, чтобы ты знал. И нельзя ссывать руки в аквариум с астронотусами. Они кусаются. Ну, астронотусы кусаются, да. Я тут с вами согласен. Вот у меня есть тут чудесная пара. Вот, когда они идут на нерест, руку действительно опускать стрёмно, потому что укусы будут конкретно. Вот. А все остальное, то есть, как бы, зачем астронотусам покупать сюда водоросли, я не знаю. Вот. Креветку они кушают каждый день. Если вы видео смотрите, то там все рассказывают, чем ее кормят. Я вам еще покажу. Вот. Рыба здесь кушает креветку, здесь кушает салаку. И время от времени я ее кормлю живородками. Просто в сегодняшнем кормлении, в дальнейшем, мы не будем этого делать, потому что я боюсь, что комментарии просто взорвутся живодер и все остальное, и мы этого делать не будем. А рыба кушает здесь раз в месяц, она получает живородку стабильно. Смотрите, вон платье с Тома вылезло. Ну, я уже не успел ее до конца. Но вот насколько она, как бы, такая подросла, мы ее как видели, и какая она сейчас, то есть размеры, видите. Так, вот тут еще написали. Я в шоке. А если надо уехать на три недели, кому доверить все это чудо? Смогут ли они жить без тебя? Ну, дело в том, что я отсюда уезжал, как бы, лично я сам уезжал, как бы, большими занималась им супруга. А если это все дело, мне нужно куда-то уехать, то я думаю, что кто занимается аквариумистикой, у него есть еще единомышленники, в любом случае. И я думаю, что единомышленники могут здесь ее только покормить. Здесь, кроме кормления, здесь, в принципе, три недели, здесь можно ничего не делать вообще, абсолютно. А через день хотя бы ее прийти покормить, я думаю, что каждый покормит. Просто она будет такая более голодная. И все, как бы, здесь, в принципе, можно уехать и на большее время, потому что здесь у каждого единомышленники в своей сфере. У меня здесь, например, единомышленник тоже здесь много, но есть у меня чудесный кум Дмитрий. Он может приехать, в любой момент покормить, и все сделать остальное. Да, вот человек, посмотрев твое видео, тоже захотел там себе сделать протоку, и спрашивает, какая кассета стоит на предфильтре протоки? Механическая фильтрация, уголь или еще что-то? Может, кто посоветует, что лучше поставить? Скоро буду ставить такую систему себе. Ну, я что хочу сказать. У меня здесь стоит, идет предфильтр, это то же самое. И здесь стоит обычное механическое, стоит волокно. У меня здесь стоит на 200 микрон. И, в принципе, оно все поглощает в себя. Так что здесь больше не надо. Но, опять-таки, это смотря, где вы живете, понимаете? Это смотря, где вы живете, в какой город. Может, у вас вообще скважина своя. То бишь, там вообще можно и на 100 микрон поставить, то есть, как фильтрационный, при фильтр, фильтрационный, скажем так, кассету. Ну, это кто где живет. У меня стоит на 200 микрон, у меня хватает с головой. Ржавчины здесь нет. У меня стоит подача на холодную воду. Ну, как вы это знаете. И, в принципе, здесь всего хватает. Так что, как-то так. Написали. Дорого, богато, бестолково. Ну, это, ребят. Дорого, богато, бестолково. Кому-то, я не знаю, я же говорю еще раз, пиво пить, курить. Тоже, я считаю, что бестолковое занятие и лишнее, и трата денег бестолковая. Я вкладываю сюда, мне это нравится. И я думаю, что у меня все поддержки кому-то нравятся. Конечно, конечно. Ставьте пальцы вверх, ребят. Однозначно. А какая максимально потребляемая мощность всей этой электрики? Ну, всей этой электрики полностью имеется в виду, наверное, с аквариумом. Ну, да, я тоже думаю, что... Полностью... Да, вот сколько фитофильтра, аквариум, вот это все помпы, там, аэратор. Я тебя услышал. Около киловатта. Киловатт, килостом. В час. В час, естественно. В час. Да. Ну, дальше, ребят, считать умеете. Так что, где-то, да, где-то около киловатта. Это освещение, это фильтры, компрессоры, обогреватели, фильтры, орошения, помпы подъема, помпы внутреннего течения. То бишь, где-то около киловатта, килостом. Киловатт точно. Да. Тут пишут, это какой-то космос. Где купить билет? Где купить билет? Ребят, это кто писал, я просто не знаю, откуда, с какого города. А вообще, в принципе, сейчас борьба у нас идет с коронавирусом. Кстати, хочу всем пожелать здоровья, счастья, любви и самое главное, наверное, здоровья сейчас на данный момент. И позакончится коронавирус, проезжайте к нам в Харьков, добавьтесь ко мне в группу на фейсбуке «Аквамир Харьков». Ссылочку оставлю в описании. Добавляйтесь, и в принципе, где вы живете, проезжайте на железную дорогу, покупаете билет на поезд и проезжаете к нам в космос. И я вам достраиваю такой космодром, что просто не забудете никогда в жизни. Да-да-да, друзья. Это интереснее, чем нас звезды смотреть, поверьте, ребята. Тут пишут, что жесть, просто комната на миллион. Вообще, респект тебе. Спасибо большое, такие приятные комментарии, действительно приятно их слышать, приятно их читать. Я думаю, что пускай таких комментариев будет побольше, и для тех, кто пишет гладость, для них это будет уроком. Да. Тут комментарий еще такой, а его кодировали от пьянства? Просто академический интерес. Я никто не кодировал, я пью, как и другие люди, по праздникам. Единственное, что я не курю, бросил. Так, ну просто человек, видно, что-то больная тема. Ну, вообще, прикольно расслушал. Ну, да. Хорошо, как коммент. Да, это, вот вопрос это по делу. Как сделали, чтобы керамзит не всплывал в фильтре? Он же легче воды? Да, он легче, но дело в том, что здесь получается, как вам сказать, даже неправильно, даже не знаю, как правильно сформулировать, наверное, правильное слово. Здесь керамзит насыпан, вот, затем здесь есть еще керамическая лава, вернее, вулканическая лава и керамические кольца. Вот, и, в принципе, керамзит здесь стоит плотно, он погружен, с корнями цветов, он не всплывает. И сверху еще кое-где у меня там лежат камушки, это так чисто, там дам камушек, там камушек, чтобы корни более тонули в воде. Так что там, в принципе, у меня тут еще, вот, все крупненько, все плотненько, ничего там не всплывает, все отлично. О, здорово. Напитался, наверное, так думаю. Ну, да. Тут еще комментарий, но я не знаю, как, ну, человек, о чем он думал, пишет. Какое отношение имеет оранжерея к аквариумистике? Банкой бы похвалился, тогда и успех. Ну, то есть, я понимаю, что человек не смотрел первое видео, не третье видео, посмотрел второе, где мы показываем фитофильтр, и делает выводы, ну, как бы, поспешные, и оранжерею, ну, вообще, я не знаю, я смеюсь. Ребята, это, во-первых, это одно целое, это аквариум, и стоит фитофильтр. Это, в принципе, по объему фитофильтр приравнивается уже к аквариуму. Просто можно смело говорить, например, у меня, например, аквариум не тонн на 200, да, не тонн на 300, а можно смело говорить, например, добавить, например, воду фитофильтра, сампа, и говорит, что у меня аквариум 2 тонны, то бишь, она тоже идет объем. Потому как вода, получается, с аквариума поступает фитофильтр, фильтруется через корневую систему цветов, поедает из себя нитраты, нитриты, тяжелые металлы, аммиаки, вот, и спускается водопадом уже, то бишь, назад непосредственно в аквариум. И это получается все одно одно целое, это как цепочка. И написать такую, такие глупости, я просто как бы советую этому человеку лучше посмотреть еще первое видео, второе, третье, и все он сам поймет. Ну да, что это все замкнутая система, как бы, и без него тут будет как без рук. Ну конечно. Тут, кстати, когда ты про размеры говорил, что тут, если то, то посчитать, тут даже человек был, я не зачитывал комментарии, просто так просматривал, посмотрел, он, когда мы размеры говорили, аквариума, он не поленился, взял, перемножил, там, и у него там вышло, там, 1147, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть не то на 150, а то на 147. Да, да. Да, вот, что неточность там. Неточность, ну пару литров, я думаю, что люди простят. Округлился, как бы, так, два литра. Я думаю, что здесь два литра там играет большую роль. Нормально, мы округлили, так что ничего страшного.